Продолжение следует... 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 Вам, возможно, известен такой препарат, как матора, рапомицин, который мы испытываем на мышах, и он действительно продлевает, во-первых, их жизнь, во-вторых, продлевает период их здоровой жизни. И его дериваты, его производные могут быть использованы для производства лекарства, которые в дальнейшем можно будет давать людям. Помимо этого, мы работаем также и над добавками, которые также можно использовать людям. Excuse me, what's the name of treatment? What's the name? The drug? The drug. The drug. It's rapamycin. Ah, rapamycin. Понятно. Что вы имеете в виду, что вы подразумеваете под добавками? Это биологически активные добавки? What do you mean by supplements? Are they biologically active supplements? Yeah, so natural products and supplements have an advantage in that they don't have the extensive regulatory approval that's necessary to get them on the market. And these are things that, in many cases, your body already produces. Да, безусловно, натуральные продукты и добавки имеют огромное преимущество, потому что они не требуют такого долгого длительного периода подтверждения и одобрения, и их быстрее можно сразу вводить на рынок, давать людям. Например, есть такая добавка, аффакитоглютерейт, которая поддерживает те элементы, которые производит сам организм человека. И таким образом, когда возникает нехватка этих элементов, они поддерживают здоровый уровень. Брайан, а как же доказательная медицина? So, what about evidence-based medicine? Well, I hope that's what we're doing. Я надеюсь, что мы именно этим занимаемся. Но как же, биологически активные добавки не имеют доказательной базы. Но биологически активные добавки не имеют доказательной базы. Это не правда. Я думаю, что многие биологически активные добавки не будут тестированы, и исследования не были сделаны. И если вы идите в магазине, многие вещи вы можете купить, есть очень маленькая доказательная база. Но эти вещи являются биологически активными. И это не вполне так. Вы действительно правы, есть много БАДов, по которым не производилось исследований, которые не протестированы. Однако то, о чем мы говорим, имеет научное подтверждение. По ним исследования проводились. So, the research has been done. Well, so, it's important to do the research. And the problem is that many of the products just sell it, and they don't do the research. And that's bad. But we're trying to actually do the research to prove that something works. Да. А ведь исследования проводить очень важно, потому что часто продукты выводятся на рынок просто для того, чтобы быстрее начались продажи. А исследования, которые проводили мы, доказывают их эффективность. Брайан, именно это я хотел услышать, потому что действительно большое количество препаратов, биологически активных добавок, и очень мало кто действительно проводит клинические исследования. Это фантастически важно, потому что маркетологи не дремлют и пытаются продать все. Брайан, это я хотел услышать, потому что там многое вещества, и очень мало людей, и очень мало людей, которые были в клиническом исследовании. Я полностью agree. В этом случае, это очень важно, потому что маркетологи, когда они там, все будут продажи, они будут продать все. Да. Да, ведь рынок антивозрастных продуктов, продуктов замедляющих старение очень большой, и люди стремятся что-то такое приобрести и как-то заручиться вот такими средствами, препаратами. Поэтому очень важно продавать им проверенные средства. Брайан, в чем разница «life-spain» и «health-spain»? Давайте я поясню для наших зрителей, что есть такие два понятия «продление жизни» и «продление здоровой жизни». Это очень важно различать два этих понятия «life-spain», то есть положительность жизни, это сколько вы живете. А «health-spain», то есть продолжительность здоровой жизни, это то, как долго вы живете здоровой жизнью, активной и без болезней. И очень важно продлить именно вот этот период. Абсолютно с вами согласен. Не так давно, собственно говоря, в первый день у нас был врач Стива Джобса. Вы его хорошо знаете. У него есть 18 правил жизни. И он имеет 18 правил жизни. Он сказал что? Он имеет 18 правил жизни. 18. Ваши правила… Давайте я возьму мои нотки. Достану блокнотик сейчас. Какие ваши основные правила жизни, ваши советы нашим пациентам, а возможно еще и не пациентам, чтобы максимально долго прожить и прожить счастливо? Ну теперь понятно, что мне хотя бы 19 правил нужно представить. Тут важно подтолкнуть людей к тому, чтобы они сами контролировали свой процесс старения. Собственно, надо больше заниматься спортом, сочетать упражнения, коржи упражнения с упражнениями на выносливость, поддерживать здоровый рацион, правильно спать и так далее. То есть проблема-то в том, что тяжело людей убедить соблюдать все эти правила. Но это то, что необходимо. Ну и один из последних вопросов, он очень важный, отношение к заместительной гормональной терапии как у мужчин, так и у женщин. И один из последних вопросов, который очень важен. Какая ваша активность к заместительной гормональной терапии, как у мужчин и женщин? Это сложный вопрос. Начну с того, что я в этой области вообще не эксперт, но это меня никогда не останавливало, поэтому начнем. Гормоны такая штука, которая, конечно, в количестве своем снижается с возрастом. Эстроген, например, резко падает после менопаузы. Тестостерон тоже снижается. Что касается замещения, тут не так все просто. Например, по тестостерону и его заместителям в США проводилось немало исследований, и выяснилось, что замещение тестостерона увеличивает риск рака. Моя цель, ultimately, is that we can inform people about these things and then let them make their own decision. Because тестостерон also increases muscle mass. People claim it increases sexual performance. And so it may be about what you want as you get older. Do you want to increase the chance of living as long as possible and reduce disease risk? Or do you want to have better function, even though you're taking a risk? And I think that's probably a personal decision. И цель моя в том, чтобы информировать общественность. Потому что при заместительной терапии тестостерона нарастает мышечная масса, и люди говорят, что их сексуальное поведение улучшается. Однако это увеличивает риск болезни. Поэтому людям надо давать выбор, что они хотят, жить дольше жизнью без болезней или жить, может быть, меньше, но более активно и ярко. Брайан, вы, наверное, сказали очень важную деталь, что людям нужно объяснять. Безусловно, людей надо образовывать и в том, что касается заботы о своей жизни при отвращении болезней, а также и в том, что касается старения. И это, во-первых, даст им возможность лучше принимать решения, касающиеся их собственной жизни, а во-вторых, изменит отношения к тем исследованиям, которые мы ведем, связанными со старением, потому что они настолько недофинансированы. А будь у нас больше финансирования, мы продвинулись бы гораздо сильнее. Брайан, большое спасибо. Брайан, thank you so much. Дорогие друзья, и на таком замечательном спикере мы сегодня и заканчиваем наши четырехдневные прямые эфиры с Первым медицинским каналом на 18-й Ассамблее «Здоровая Москва». Нам было очень приятно общаться с огромным количеством великолепных людей, огромное количество знаний, прекрасные площадки и, разумеется, повсеместное общение. Теперь мы, я думаю, увидимся с вами ровно через год.